Всем привет, друзья! Тема курения на сегодняшний день очень актуальна, потому что очень многие люди курят и не могут бросить эту вредную привычку. Именно поэтому данное видео появилось в ваших рекомендациях. Давайте разберемся, что такое курение. Курение – это зависимость. Есть два вида зависимости, в которых участвует курение. Это физиологическая – самая важная зависимость, и психологическая – тоже немаловажная. Тоже такое физиологическая зависимость? Физиологическая зависимость – это когда курение становится частью вашей жизни, становится частью вашего тела. Как мы знаем, в сигарете присутствует вещество под названием никотин. Это, естественно, наркотик, и есть также некоторые другие вещества, которые вызывают зависимость в нашем организме. Тем самым состав крови нарушается, и организм постоянно зависит от никотина. Если вы убираете сигареты из своей жизни, то у вас начинаются ломки, так скажем, да, невыносимое желание покурить. Это и называется физиологической зависимостью. Психологическая зависимость заключается в вашем разуме. Это абсолютно такая же зависимость, как поиграть в компьютер, поесть что-то сладкого, постоянно есть это сладкое. Это зависимость. Человек может прожить без этого всего, но если ты постоянно этого хочешь, то это уже называется психологической зависимостью. Во-первых, это социальная помощь. Под словом социальная я подразумеваю не социальное пособие, если у вас денег не хватает, а человеческую помощь. Так как курение является психологической зависимостью, вы должны полностью исключить из своего круга общения курящих людей. Вы должны избегать этих людей как огня. Ну или есть второй вариант. Вы должны сделать им вызов. Если вы не будете курить, ребята, на протяжении месяца, например, то тот, например, выигрывает какую-то определенную сумму денег, либо что-нибудь еще. На что-нибудь поспорить. Это всегда очень сильно мотивирует. Спор и соревнования просто всегда побеждают. Ваш мозг будет постоянно думать о том, как же выиграть деньги. Надо побороть курение. И курение будет просто уходить из вашего мозга, оно будет подавляться. Второй пункт – это диета. Это правильное питание. Правильное вкусное питание. Многие люди считают, что когда ты отказываешься от курения, то ты будешь заедать его, да, как стресс. Организм получает стресс, и ты начинаешь очень много есть. Всяких сладостях, там, булочек, я не знаю, пирожен и так далее. Но чтобы этого не случилось, должна ваша девушка, я не знаю, жена, мама приготовить вам разнообразные вкусные блюда на весь день. Пища должна быть распределена так, чтобы калорийность была в норме. Вы должны полностью исключить алкогольные напитки, а также желательно исключить кофе. Говорят, что побороть курение помогают такие травы, как базилик, укроп, петрушка, сельдерей. Они помогают, действительно. Можно также готовить зеленые коктейли в блендере. Третий пункт – это активность. Вы должны добавить максимум активности в свою жизнедеятельность. Если вы будете чем-то заняты, то вы не будете думать о курении. Это 100%. Вы можете заниматься спортом, вы можете путешествовать, вы можете плавать, вы можете бегать. Я не знаю, чем-то нужно заниматься. Ваш мозг будет настроен только на занятия, чем вы занимаетесь. И вы не будете думать о курении. Это уйдет на задний план. Самый лучший, конечно, метод – это путешествие. В аэропортах нельзя курить, на автобусных станциях, в закрытых помещениях курить нельзя. На пляжах курить нельзя, точнее, не захочется на пляжах курить. В горнолыжных где-то там курортах тоже не захочется, потому что на морозе тоже не кайф стоять курить. Потому что вы будете кататься на лыжах, либо на санках, либо на сноуборде и так далее. Итак, для того, чтобы бросить курить, вы должны побороть свой мозг. В первую очередь, мозг навязывает вам это желание. Если вы его поборете, то это желание уйдет на задний план. Вам нужно чем-то занимать себя постоянно. Как вы захотели курить, вы пошли чем-то занялись. Пошли отжались, пошли подтянулись, я не знаю, там, пошли поприседали, пошли в зал. Пошли, я не знаю, погуляли с друзьями. Сигареты не берете с собой. Просто выкидывайте их постоянно куда-то подальше, чтобы они на глазах вообще не попадались. Потому что то чувство, когда вы, например, с туалетом рядом, вы хотите там в туалет очень сильно. И чем вы ближе к туалету, тем вам больше прям желания в туалет идти. А если вы где-то в дороге, там, опять же, путешествуете, если, и вам захотелось в туалет, вы можете терпеть просто часа три. Поэтому так же и с сигаретами. Это психологический фактор. Если сигареты у вас просто где-то отложены, либо вообще нету не купленной сигареты, вам курить не особо будет хотеться. Потому что это психология, это в мозгу. Надеюсь, вам была полезна эта информация. И вы прибегнете к моим советам и бросите все-таки курить, если еще не бросили. А так, спасибо за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Пока!